Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Из первых уст» и сегодня мы поговорим о нормах торговой надбавки на социально значимые продуктовые товары. У нас сегодня в студии оперполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Североказахстанской области Багиджанов Мухаммед Хайер. Здравствуйте, Мухаммед Хайер. В целом, кто контролирует сегодня цены на продукты, скажем так, в Казахстане? Данная работа централизована, то есть не только нами проводится, и полночные органы, это Департамент торговли, защита прав потребителей при Министерстве торговли, также местные исполнительные органы при Акиматах. А вообще, в целом, многие органы задействованы по данным вопросам, потому что этот вопрос действительно является очень важным для нас, для нашего населения в социальном плане, в экономическом плане. И нашим агентствам большое внимание уделяется в данном направлении. Проводим работу совместно с Акиматами, с полноучными органами, с налоговыми органами. То есть, не один какой-то конкретный орган, структура, а вы действуете сообща совместно? Да, каждый по своей части, каждый по мере своей компетенции. Ну хорошо, давайте вернемся все-таки к вам. Какая работа проводится департаментом, департаментом именно по соблюдению цен на социально значимые продовольственные товары и не превышению торговой надбавки? Здесь, я думаю, надо подробно остановиться, что это за торговая надбавка такая, да? Сколько, в какое количество и какая работа в целом проводится, какой контроль идет у нас в области? Приказом заместителя премьер-министра от 11 мая 2023 года утвержден перечень значимых товаров из 19 номинований. Законом о регулировании торговой деятельности предусмотрена торговая надбавка в 15% от закупочной цены производителя или оптового поставщика. То есть, к примеру, если товар был приобретен за 100 тенге, то максимальная надбавка на него составляет 115 тенге. Вы сказали 19 номинований, но это, наверное, знаем все уже, что это товары первой необходимости, это тоже самое. Продукты, картофель, морковь, мука, сахар, рис, гречка. Крупы, скажем так. А молоко? Молоко – это 2,5%. И яичная продукция, яйца, да? Яйца, яйца. Тоже входят? Тоже, да. Ну, то есть, эти все значимые продукты питания, необходимые, скажем так, да? Да, первые. Итак, вот эта торговая надбавка не должна превышать 15% от цены приобретения от производителя или оптового поставщика. В случае нарушения присмотрена административная ответственность в соответствии с кодексом административных правонарушений по статье 204, прим. 4. За первую факцию в совершении присмотренного ответственности в виде предупреждения за повторное нарушение в течение года присмотрен наш штраф от 10 до 300 МРП в зависимости от размера субъектности. То есть, если первый раз вы выявили такой случай, то это просто будет предупреждение, предписание, предупреждение. Да, предписание. То есть, субъект должен быть необходимым устранить нарушение. Если выявляется то, что в течение года после наложения административного взыскания повторного совершенного правонарушения, то уже принимается мера по привлечению к отрицательности в виде штрафа. Угу, штраф. Какой штраф грозит за это? Какая сумма штрафа? В зависимости от размера субъектности, от 10 МРП до 300. Угу. До 300? Угу. От 10 до 300 МРП. Угу. Хорошо. Ну и все-таки, каким образом вы работаете над этим, как вы это выявляете? Вам граждане обращаются, скажем так, с жалобами, что тот или иной субъект предпринимательства нарушает, скажем, данную норму. Либо это как-то, сейчас по мониторингу существует, либо вы проводите какие-то плановые проверки по графику. Как вот эта работа осуществляется? Ну, выявляется, как и обращение, граждане обращаются, что установили, что там в каком-то определенной торговой точке цены очень высокие на сайте товара. Также мониторим социальные сети, если где-то есть жалобы на данные факты. Также мы самостоятельно проводим анализ деятельности субъектов рынка СЗПТ без вмешательства в их деятельности. То есть мы не проводим проверки выездные, а дистанционно мониторим с использованием информационной технологии. Дистанционно, то есть получается, да? Да, без вмешательства в деятельности. А как это происходит, интересно? Или это секрет? Ну, это, можно сказать, да. Особенности работы, скажем, вашей, да? Да, особыми своими силами. Вот, может быть, какие-то интересные факты вы назовете, да? Если вот у вас есть, допустим, плановые проверки, какие в основном объекты, социальные объекты, может быть, это детские сады, школы, медицинские учреждения. Какие объекты попадают под поле вашей юрисдикции, скажем так? То есть, да, мы мониторим не только предпринимателей, но и государственные уровни, которые объявляют закупки по завышенным ценам СССР. К примеру, в конце прошлого года нами проведена большая работа, масштабная, на региональном уровне. У нами было установлено закупки СССР с превышенной надбавкой. К примеру, картофель, который по средней части цены стоил 130 тенге, детским садом приобретался по 250 тенге. На данном мы все эти факты установили. Почти в два раза, да? Да, почти в два раза. При Акимате провели совещание, комиссию управления образования взял этот вопрос на жесткий контроль. Они как виновные лица, полечены соответствующей ответственности. И с начала текущего года мы также проверили закупочные цены, то есть договоры о закупках государственных учреждений, в частности детские сады, средние образовательные школы. Мы установили тоже действительно после нашей работы. Они устранили подобные факты, привели соответствующие цены, пересмотрели договора. К примеру, в одном детских садов экономия на три месяца за счет снижения цены на пределение картофеля с 250 тенге на 140 тенге. Экономия составила около 800 тенге, только по одному виду составленных товаров. Данная работа по всей нашей области, около 450 среднеобразовательных школ и около 40 детских садов, и это и частные, и государственные детские сады. То есть нашим действием мы также сэкономили средства из родительского фонда на приобретение продуктов питания. Как правило, государственные детские сады приобретают продукты питания за счет средств родителей. То есть родители оплачивают. Оплаты, да? Да, ежемесячно оплачивают. Эти средства уходят на закуп. И государственные детские сады в том числе, да? Да. А частники? Частные организации мы тоже мониторим, тоже на контроле задерживаем в этот момент. Но частные детские сады, у них процедура закупка немного другая. Все понятно. Ну вот, скажем так, вы сказали, что 400, да? 40 проверили, по-моему, да? И выявили, сколько нарушений? Ну, мы только вот, к примеру, именно в городе Петропавловске, если взять, около 10 учреждений обнаружили, которые, да, именно те, которые грубо нарушили торговую надбавку при приобретении СЗПТ. Им что, предписание еще только было или уже штраф? Нет, то есть там именно не было там, именно факта превышения, то есть после покупки. То есть там была разница в том, что... Дело в том, что цена уже со статистической ценой в разы превышала. Ну, какие-то меры были приняты? Меры приняты, да. То есть поставщики были приглашены на беседы, провели правильную разъяснительную работу. Что касается должностных лиц, отделов образования, тоже понесли ответственность в соответствии с дисциплинарным, в соответствии с должностным положением. Все понятно. Вы уже сказали, что совместную работу проводите. Вот как вы сотрудничаете с другими органами, не только ваш департамент, как вы уже сказали, осуществляет какие-то, скажем, проверочные функции, да, контролирующие вот эти вот меры. Допустим, защита прав потребителей, да, тоже с ними сотрудничаете. Да, департамент. Они какое участие принимают во всем этом процессе? Они как полночество органов принимают решение о привлечении к административной ответственности. То есть вопрос привлечения к административной ответственности, согласно нормам административного кодеса о административной пронушениях, данный вопрос под ответственность данной организации. То есть если мы выявляем, материалы собираем и передаем уже в департамент торговли за счет прав потребителей, уже для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности. Вот так вы сотрудничаете, да? Вы собираете материал, потом уже передаете им. Да, то есть закон позволяет нам самим выявить, в случае, если мы обнаружим, что имеются составы признаков административного правонарушения, мы передаем в ополномоченные органы для привлечения к ответственности. То есть получается непосредственно только с департаментом, с этим, за счетом этих прав предъявителей. Какие еще принимают участие в ополномоченные органы? Управление предпринимательства Акимат в области тоже надо, как кураторы данной комиссии. Также социально-продовольственная корпорация входит в данную комиссию управления сельскохозяйством. Только ли социальные объекты вы можете контролировать, проверять? Нет, то есть и социальные объекты, да, и... Скажем, объекты предпринимательства, допустим, рынки, торговые дома, какие-то другие магазины. Как положительный пример можно вам представить, вот в первом квартале проведена работа, установили трех крупных наших оптовых поставщиков, которые реализуют составные задачи товара, субъекты предпринимательства. То есть это уже супермаркеты, магазины, уже с завышенной торговой набавкой. То есть цена уже влияла на подзвуковую цену, конечно, потребителя. То есть у нас был один оптовый поставщик риса, который поставляет рис с 35 точек в нашей области. После проведенной нашей работы цена была снижена на 20%. И тем самым мы... Это и коммерческие интересы в розничных субъектах. То есть это маленькие магазины, мелкие магазины, супермаркеты. То есть получается оптовики заранее, да, это все завышали эту цену и, соответственно... Да, и розничные покупатели уже с завышенной ценой приобретали товары, да. Эта цена растет, как снежный ком, получается, да, начиная с оптовой продажи. Да, все идет, да, с оптовой продажи. То есть оптовик приобретает напрямую у производителя и сразу же напрямую в субъекты розничной торговли. И субъекты розничной торговли, а все как покупатели идут, а уже смотрят, что в магазине уже цена высокая на товар. Хотя сам магазин уже приобрелся завышенной ценой. Вот у нас в прошлом году, к примеру, был хороший кейс. Крупная компания по производству макаронных изделий поставляла макароны через цепочку трех своих аффилированных компаний. И на каждой стадии этот торговый надбаку принадлежал. И сколько таких стадий было, скажем так? В общем, от производителя до конечного покупателя было три цепочки. В некоторых случаях четыре цепочки, если между супермаркетами. Каждый раз цена повышалась, да, получается? Да, то есть была такая лазейка, к примеру, что вроде торговый надбак не превышается при реализации, но из-за этой цепочки непродуктивных посредников цена сильно увеличивается. Ну, там доставка, допустим, скажем. Да, логистика, доставка, зарплаты. Да, зарплаты все соответствующие, сопутствующие, скажем. Да, тоже работу провели, устранили непродуктивных посредников при поставке. И завод-производитель там прямую начал поставку в супермаркеты, магазины. Хорошо. У нас режим ЧАЭС сейчас, да, и вот в связи с поводкой ситуацией тоже очень много вопросов возникает. Мы знаем, что был такой ажиотаж, да, и он, наверное, до сих пор какой-то где-то присутствует, ажиотаж с приобретением воды, с увеличением стоимости. Как вы сейчас работаете в каком-то усиленном варианте в режиме работы? Да, данный вопрос также на контроле нашего кодства, нашего агентства. Нами постоянно мониторируются соцсети, мониторим деятельность субъекта предпринимательства, например, завышение торговой набавки в период ЧАЭС. К примеру, нами уже выявлено три факта реализации СЗПТ по завышенностной. Данный материал находится на рассмотрении в полночном органе. В дальнейшем будут приняты меры по привлечению к административной ответственности. Также у нас и цены. Цены на закуп строительных материалов также на контроле. Уже сейчас начнется ажиотаж. Да, то есть сейчас начнутся стройки домов пострадавших, возмещение ущерба. И также мы мониторим. Вот такой парадокс, на ваш взгляд, тоже скажите, кто-то привозит гуманитарную помощь, раздает бесплатно воздающимся. А кто-то в это время пользуется совсем другими условиями вот этими именно и завышает там целый товар. Да, бывает. Да, у нас тоже совместно с прокуратурой области данного вопроса на контроле проводится. Были факты, когда прям, ну, не то что нарушение закона, а нарушение уже моральных. Да, морально-нравственная сторона. Морально-нравственная сторона, да. Как-то вот общество так разделилось у нас. Да. Да. Ну, все-таки вот куда обращаться, да, если вот такая ситуация, да, сильно завышенная цена где-то, где-то покупатели, может быть, не согласны. Я понимаю, что и в департамент по защите правопотребителей, а какие у вас платформы, какие у вас там горячие линии, может быть, колл-центры? У нас есть АФМ, вот в телеграм-канале АФМ, АФМ-инсайдер, куда можно написать о жалобах по различным финансам, экономическим правонарушениям, в том числе и на рынке ССБТ. У нас свой колл-центр, все обращения в свое время принимаются, принимаются по ним решения и передаются по территориальности. Ну, и если нет такой возможности, можете прийти к нам, написать ваши жалобы, заявления, все изложенные факты будут изучены. В случае, если там действительно нарушение, будут приняты меры, соответственно, к адресу нашего департамента по Назарбаева 120, телефон, куда можно прийти на вопрос, сооружение 0142. 46-0142? Да. А колл-центр у вас как-то единый телефон? Колл-центр, да, у нас в центральном аппарате. В Астане, получается, да? Я АФМ, инсайдер, есть телеграм-канал. И можно через какие-то электронные платформы, я знаю, ГОФ, ЕОТНЕШ, по-моему, да? Да, есть ЕОТНЕШ, ЕГОФ, можно через электронный портал обратиться. Что вы хотите пожелать нашим телезрителям в завершении нашего разговора, именно, может быть, по обращениям, по каким-то, именно по фактам, какие могут быть, с которыми вы сталкиваетесь в работе ежедневно? Уважаемые телезрители, в случае обнаружения фактов спекулятивных схем, создания искусственного дефицита, значительно завышенной ценой на социально-значенные товары, строительные материалы, вы можете обратиться к нам, наши двери всегда открыты, примем, рассмотрим все ваши заявления, жалобы, в соответствующей мере, примем своевременно, все в рамках докандальства. Самое главное, проявлять активную свою гражданскую позицию. Да, проявлять активную гражданскую позицию, в случае обнаружения, да, просим, не осталось, нет, а не только, это вопросы нашего всего населения, то есть вопросы, ну, это и возбежание социальной напряженности среди населения проводится данная работа. Субъекты предпринимаются, просим, не укостительное соблюдение законодательства в части реализации социально-значенных товаров, не нарушать торговую надбавку. Я думаю, что прислушаются эти и другие обязательно. Да, мы тоже начнем. Будем работать вместе, сообща в этом направлении. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо, что пригласили. Наши телезрители за внимание. Увидимся в передаче с первых уст. Продолжение следует...